В информационное пространство неожиданно вернулась тема стрельбы на Майдане. И в очень неожиданном ракурсе. Всю неделю украинцы спорили, нужно ли судить Ивана Бубенчика, одного из активистов революции достоинства. И если судить, то за что конкретно? Сам он признается в двойном убийстве милиционеров. А вот прокуроры долго не могли определиться, какое конкретно сформулировать ему подозрение. Об этом странном деле Алексей Пшемызский. Участника революции достоинства Ивана Бубенчика задержали в начале недели в пункте пропуска Шегини на украинско-польской границе. Как говорят в прокуратуре, боялись, что покинет страну. Уже на следующий день в суде Бубенчика обвинили в убийстве милиционеров во время Майдана. Ивана Бубенчика обвинили в убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014 года. Первое подобное обвинение в адрес активиста революции достоинства. Об этом Бубенчик раньше говорил сам в интервью для документального фильма «Бранти». В фильме он показал журналистам, как вместе с другими активистами оказался в консерватории. По словам Бубенчика, кто-то принес туда автомат. С этим оружием в руках он и решил остановить правоохранителей, которые вплотную подступали к Майдану с Институтской. Выбрал командарей двух. Сначала одного, потом другого. Больше мне не нужно было дрелять никого, потому что для этой тактики было достаточно. После этого целился лишь в ноги. Дословно о том, что это именно он убил двоих милиционеров, Бубенчик в фильме не говорит. Но в феврале 16-го издание «Бёрден Флайт» опубликовало интервью с Иваном, где он якобы подтвердил, что лично убил двух командиров выстрелами в затылок. Факты этого интервью он не подтверждал, но и не опровергал. На этой неделе поддержать Бубенчика к Печерскому суду пришли сотни активистов. Избрание меры пресечения ему перенесли на четверг. Но уже на утро прокуроров, которые вели дело, неожиданно заменили, а обвинения отозвали. Новый прокурор Анжела Стрижевская заявила, доказательств нет. Я, старший прокурор, выучивший материалы криминального проведения, пришла к выяснению, что квалификация действий Бубенчика, которая была назначена в предыдущем подозрении, достаточно спирной и недостаточно обрунтованной, для того, чтобы ставить вопросы о выяснении особей таких тяжких извинений. По словам адвоката Бубенчика, обвинения в его адрес неправомерны, ведь еще с апреля 14-го все активисты Майдана амнистированы. 348 статья Криминального кодекса, яка ему была инкриминована, она законом Украины, скажем так, про амнисию тех, кто был на Майдане в 14-м році, який на обувчинности 24 квитня 14-го року, была амнистована прокурором, заборонено было здействовать досудовое расследование в этих криминальных проведениях, обязано было их негайно, не позже наступного дня, закрыти все справы относительно майданевцев. А вот по убийству правоохранителей никаких доказательств нет, считает адвокат. Доказами, которые вместились в этом клопотании, вообще ни побечно, ни посередкованно, ни прямо, не свидетельствуют о том, что мой клиент совершил соответствующие злочины, которыми оно инкриминуется. Вот как уже на свободе обвинения со стороны ГПУ и то интервью прокомментировал сам Иван. Почему активизировали дело Бубенчика и внезапно сменили обвинения? Остается лишь догадываться. Уже в четверг вечером Ивана снова вызвали в ГПУ, где сообщили, что обвинения в убийстве с него сняли. А другая статья, покушение на убийство, попадает под амнистию. Осталась статья 268. Незаконное обращение с оружием. Алексей Пшимыский, Сергей Коваль. Подробности недели. Телеканал Интер. Осталось бы, что это было. Осталось бы, что это было.